вновь вас приветствует канал это не диалоги о рыбалке ну и снова здравствуйте вы вновь на канале это не диалоги рыбалки сегодня я тут маленько подготовлю дочь вот сварила супчик куриный супчик я конечно люблю но все равно что то нужно всегда по существенней чем супчик и сегодня попробую приготовить мясо мясо это олень оленина олень домашний жирный не старый вкусный хотел короче сделать отбивную шарил шарил не нашел молоток мы его походу где-то оставили где готовили маленько били летом мясо смысле стучали по нему получается где-то забыли режим вот таким примерно слоем у нас два сантиметра это потом что-то можем в отдельно что мы не будем сегодня жарить пакетик вот так делаем одинаковой толщиной кусочки мясо нифига у меня не оттаяло как полагается но якут вроде справляется так это все пока в сторону пока жена у меня там в парикмахерской ну тут маленько похозяйнички эти вот послойки жилки уберем это потом сгодится куда-нибудь на супчик думаю у меня все получится хоть как-то на его пожарю это оставим внутренний жир в принципе пускаем там на месте остается короче готовлю мясо подготавливаю готовки так убить мне мясо нечем так что я его маленького так ножом потыкаю и думаю этого будет достаточно мясо друзья я не мою потому что вымываешь в основном весь вкус оттуда хочу оставить все равно вкус дичи так что мы там его не будет она вот просто оленя бодраный напиленный и все без всякого мытья без ничего мясо чистенькая так что напрягаться не это не стоит сейчас его все урок переколочу потихонечку маленькой все равно разобью волокна ну в принципе он нежненький все будет отлично так так мясо у нас протыкано в принципе все готово дальше солим потихоньку солим каждый кусочек потереть его маленечко ему понравится мало не переборщить до солить всегда возможно сто процентов будет вкусно так ну кусочки у нас все подсоленные думаю этого будет достаточно так дальше идет у нас чеснок чеснок и травы приправа к мясу хорошая приправа вкусная это радует то что в принципе вроде как и чеснок есть и у меня на него никак не это нормально короче не могу есть такой чеснок вот этот вот вообще запросто уходит так короче делаем моего маленького на мясо чик чик делаем с обоих сторон сейчас я вот и так приму маленькой чтоб он там остался не отлетел никуда так переворачиваем и делаем дальше то же самое со второй стороны мы поехали ну думаю будет достаточно но так как это сюда насыпалось ну ладно всему нужно хватить дальше берем горчичку горчичка не домашняя пахнет приятно короче вот это делаем и смазываем пока жена не видит но у меня не любит горчицу думаю ей понравится короче мазутим это все горчичкой помаленьку так чтоб это все было чик чик приятно сторону мы промазали дальше мы что делаем дальше ложим в тарелку чипок она впитается сколько надо нормально и в тарелки мажем дальше все так он будет ништяк у нас чик полумаринад такой что было бы мясо не мерзла она бы маленько чуть-чуть равно промариноваться бы поздать ну она в принципе горячей сковородке все будет ништяк все будет как положено да ими да ну что теперь нам надо разогреть сковородку плитка у нас уже горячая охрененно прям горячий растительное масло чуть чуточку мясо у нас все готово тут чики-бриги все все путем ждем сковородку собаки разловились пошариться что это ждем сковородку и начинаем жарить ну что начнем жарку парку сковородочка отлично нагрелась жена ничего не видит больше у меня наверно не улезет ну да ладно будем так обжаривать жарим на самом максимуме по времени не скажу сколько смотрим по готовности одну сторону вторую там чик-чик помаленьку тут я конечно штрихану пока никто ничего не видит помаленьку я все равно думаю это вкуса не испортит чуть-чуточку кетчупа он тут только все дополнительно я думаю это сделает мясо сочным классным вкусным пока там жарится по-быстренькому так чик чик обчистим лук слегка подмороженный много хрен с ним снимем верхний слой и все будет в порядке главное не продевать мясо один вот таких три штучки возьмем средних полусредних лишь бы не продевать ладно отвлекаемся поглядеть что у нас тут у нас тут гориллом не пахнет пока я переверну до начала румянится вонишь так самый класс чик даже корочка снялась маленько попробую все будет отличненько все у нас тут напаривается дальше к луку короче тут делаем мук ну мук рубим не мелко такие кубички у нас получатся не мелкие мельчить мы его не будем глаза защипал собака злющий какой ну да ладно поплачем маленько бежим обратно к мясу лампочка сгорела в этом блин как он называет кондиционере в этом кухонном я тут что-то с фонариком почти обваляем так помаленечку жарится давай жарится жар конечно что вот так лучше бы отбить его маленечко прям чуть-чуть в принципе я думаю этом на протыкла сколько надо оно у меня прожарится открою фурточку опасно конечно могут соседи подбежаться на запах что-то мне жарко стало тут на кухне мясо главное не подсушить в принципе маринадику хватает не должно засохнуть ничего готовим просто проще не бывает прям пробуем эту штучку думаю я не пересолил разъединился у меня маленько думаю первая партия должна быть готова время не засекал сразу скажу снимаем сковородку снимаем чтоб она у нас не тлела там на плите со светом конечно огорчилось все это дело сломалась шиндо наше сгорело китайцы так ладно все это пока под крышечку чикар и пускай у меня там стоит все по-нормальному мы едем дальше все как должно быть масло сковорода на плиту ждем 6 секунд раскаляется в принципе она чертоники нормально быстро работает все кидаем мясо блин один кусочек ни туда ни сюда не смогу его втиснуть ладно что потом обжарю вот так кетчупа маленечко штрихануть но я-то потом себе еще на готовую пищу чик-чик подмажу такая добавочка в принципе это можно было перемешать в одной посуде все потом этим делом замачивать замазывать замачивать бога конечно лучше не надо олень мясо мясо мягкое короче тут все путем все готовится прям просто лук у меня тут готов все вроде получается все отлично что напаривается но если кому-то не понравится сам съем ничего не пропадет все у меня тут маринуется крутенько так нормальненько главное не засушить ну думаю олень мой приготовился остался у меня еще вот крайний кусочек сейчас я его доделаю и мы с вами продолжим дальше при употреблении вам понадобится обязательно вилка и нож должен быть прибор для мяса так оно и должно происходить в принципе кто не заморачивается можно взял на грызи у меня зубов мало осталось так я пользуюсь ножиком так это мы все маленькие сюда сейчас высыпем чик-чик подразмазать чтобы это все не сухо все ну и выкладываем выкладываем этот кусочек что теперь делать дожарим его ну все пока кусочек обжаривается я сейчас быстренько раз раз посуду помою и у меня будет все тут чики-пуки все готово ну что друзья дальше лук берем сливовочное масло сейчас по нему приберу лук жарим чисто на сливочном сковородка у нас раскалена масло думаю мне хватит масло-то может быстро подгореть у нас сливочное на максималке-то ладно сыпем это все туда говорится лука много не бывает жди свою очередь это все и обжариваем крупные кусочки не рассыпется еще как положено все будет прям красиво лук у нас потихоньку готовится получается когда загрузится это видео уже стопудово наступит праздник пишу всех поздравляю с праздником с 23 февраля кто как отмечает кто не отмечает это в принципе дело каждого мы завтра приглашены в гости и мы туда поедем ну а пока я продолжаю готовить завершающий можно сказать штрих ну вроде как бы и все лучок у нас подзолотился не подгорел не перетомился все как положено так в принципе вот лука можно было обложить отдельно на тарелочке как-то это раз раз на кусочками туда-сюда но я не до такой степени эстет так что я сделаю так просто его сюда чик 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 сливочное масло даст свой вкус лучок все это дело пропитает короче все получится обалденно все готово закрываю крышечкой и заворачиваю все это к черту полотенца вот так пока мои до дома придут тут все будет прям красиво прикольно и вкусно ну что с вами как всегда был канал это не идеология рыбалки с вами был один дома костян думаю когда-то до встречи на реке как говорит один мой друг обнял ушел до свидания друзья спасибо 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 нет